Гетмовис Канал для всей семьи Стиральная машина Смотри, Синька, по телевизору Титаник показывает Ты чё, Нолик, какой же это телевизор? Это стиральная машина Правда? Ты не знаешь, что такое стиральная машина? Нет Расскажи, ты так хорошо объясняешь В стиральной машине есть большой барабан В него кладут грязное бельё и добавляют стиральный порошок Когда машину включают, барабан наполняется водой Мотор быстро вращает барабан Бельё в нём трётся и перемешивается Вода и пена проникают глубоко в ткань и вымывают оттуда грязь Так одежда очищается А напоследок барабан начинает крутиться ещё быстрее Чтобы отжать лишнюю воду Вот спасибо, Синька! А я-то думал, зачем мама Дим Димыча бельё в телевизор засовывает? Ты что, шутишь? Ага! Ну ты у меня сейчас получишь Это мама Дим Димыча! Да она в наушниках! Кроме своей музыки ничего не слышит! Сейчас добавит порошка, включит свой телевизор и будет смотреть вторую серию! Опять за своё? Ну теперь точно слопочешь! Ой! Нолик, спокойно! У меня есть план! Какой? Валим оттуда! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! С стиральной машиной нужно обращаться осторожно Знаете, что будет, если в ней постирать одновременно Красную и белую майки Белая майка почти наверняка покраснеет Нет, не от стыда Просто красная майка поделится с ней краской Перед стиркой одежды не забывайте вынимать вещи из карманов Камешки, заколки, гвоздики могут испортить не только одежду, но и стиральную машину Да что гвоздики? Бывает, в стиральную машину попадают плееры и сотовые телефоны После стирки они, конечно, становятся чище, но работать почему-то отказываются И еще, не надо мыть в стиральной машине домашних животных Им это точно не понравится Знаешь, Симка, меня еще ни разу в жизни не стирали Давай-ка, Нолик, отсюда выбираться И поскорее Ну все, пошли отсюда А как же кусачка? А что кусачка? Пусть немного постирается Добрее будет Она же захлебнется Нет, сами не справимся Нужно позвать маму Дим Димыча Раз, два, стой! Стой! Она отодвинулась! Давай! Давай! Что это? О господи! Бедная моя малышка Как же ты туда попала? Все, сейчас я принесу тебе полотенце Ну что, страшный зверь? Мы спасли тебе жизнь! Теперь мир! Но, Олег, она все равно нам не рада Что будем делать? План тот же! Валим отсюда! Пианино Телефон почистил Спасибо, фиксики! А вот у меня нет фиксиков Дома пианино сломалось А его никто не чинил Целое пианино? Может, вы попробуете? А что? Я могу! А ты знаешь как? Ты же расскажешь? Пианино Пианино Это струнный, ударный и клавишный инструмент Под одной крышкой Там внутри целый механизм Каждой клавишей крепится молоточек Нажимаем на клавишу Молоточек бьет по струне Она начинает вибрировать Так рождается звук Чем тоньше струна, тем он выше И наоборот Рояль легко отличить Его крышка похожа на крыло А вместе эти инструменты Называются фортепиано Красиво! Ну, показывай пианино Ты на нем сидишь А, я думал оно огромное И где тут молоточки? В электронном пианино их нет И звука тоже Хм, посмотрим О, вот и поломка Есть контакт Ти-дыщ! Ой А, я не закрепил Ну да Эх, вот растяпа Кокок Ты кто? А ты кто? Я тут живу А что ты здесь делаешь? Эх, ученем Кто просил? Катя Человеческая девочка Не смеши Она мой друг А ну отдай Эй, ты в порядке? Сильно ударился Да Ты у меня в глазах двоишься Тебя как зовут? Нолик Без палочки Шутка А это мой брат Мы близнецы Понимаешь? Знаете, почему мы с Гиком близнецы? Одному очень упорному мастеру Понадобилось сделать две одинаковые шестеренки С очень мелкими гранями Он сидел целую неделю Выпиливал, вытачивал, шлифовал Столько души вложил И наконец добился таки полного сходства А вы же помните, где в работе есть частичка души? Там и фиксики Тут ее хватило на двоих Все изменилось, когда мастера не стало Нас вместе с его вещами взяли И выкинули на свалку Без заряда мы быстро отключились И даже могли погибнуть Если бы не одна случайная встреча Эй, Фрик Не рассказывай все сразу Еще успеем А ты дружишь с человеком? Ага На фиксике с людьми не общаются А еще фиксики чинят, а не ломают Да, да потому что это девочка Катя Катя Короче, пианино не ее конек Нолик Тебя? Меня А слабо нас познакомить? Но фиксики с людьми не общаются Ты же дружишь с Катей Значит, ей можно доверять Сначала пианино Мы тебя предупреждали Ты скоро? Все! Сейчас начнется Они чинят изнутри Телефонные гампы три Насрочные Все плохо? Нет Поешь ты хорошо Громко Просто ты так всех фиксиков распугаешь Каких фиксиков? Это фрик Это гик Нет Это я фрик А я гик У меня есть фиксики Тссс Спасибо Обращайся Если что Зачем? У меня теперь есть свои фиксики Новенькие Новенькие? Только цсс, это большой секрет Лифт Папус, Мася, там это Что там? Там Дим Димыч в цирк идет И что? Мы хотим с ним, можно? Исключено Одни? Без взрослых? Ну как без взрослых? А родители Дим Димыча? Ну потихоньку Одни нас не заметят Ну если там будут родители Дим Димыча Ура! Разрешите! Стойте! Я еще не сказала Да Симка, Нолик, вы где? Мы опаздываем Дим Димыч, поторопись! Я сейчас! Мы готовы Давайте сюда лезьте О, сразу видно Идем в цирк Что это было? Кажется, лифт сломался Не волнуйтесь Слушаю! Мы тут в лифте застряли Поняла Ждите Лифт починят в течение полчаса Так долго? Теперь мы точно в цирк опоздаем Дим Дим Димыч, мы за папа самымазей Они все исправят Лифт нужен в больших домах Чтобы подниматься на верхние этажи Когда человек входит в лифт и нажимает на кнопку Включается электромотор Он тянет трос, на котором висит кабина лифта И лифт едет на нужный этаж На другой конец троса Перекинутого через колесо Обычно цепляют тяжелый груз Противовес Он уравновешивает лифт И помогает электромотору делать его работу Хм, в чем же причина? Кажется, тут что-то застряло Так, вот и причина Давайте скорее чинить А то мы весь цирк пропустим Ну, цирк мы и сами можем устроить Внимание! Представление начинается! На арене цирка Канатоходцы! Не смотри вниз! Лучше я вообще никуда смотреть не буду! Выступают воздушные гимнасты! А! 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 В арене силачи Я знаю, что делать Смертельный номер Под куполом цирка К электромотору Знаете ли вы, как нужно вести себя в лифте? Начнем с того, что маленькие дети не должны ездить в лифте одни Только со взрослыми и только с теми, кого они знают Первым в кабину лифта заходят взрослые, а потом ребенок А выходить надо наоборот Вначале ребенок, а потом взрослый Если вы собираетесь ехать в лифте с собакой Убедите, что ее хвост или поводок не высовывается за дверь И последнее Если лифт по какой-то причине внезапно остановился Не пытайтесь выбраться из него самостоятельно Нажмите на кнопку вызова диспетчера И ждите, когда вам помогут люди Или фиксики Я на месте! Включай! О, ученели Так быстро Теперь успеем Зря ты переживал Ой, тут высоко Тим Тимыч резал цирк без нас Не расстраивайся, Норик Наш цирк был не хуже Правда, папа? Конечно Спасибо! Это ты к кому? Как к кому? Тем, кто починил лифт Крючок Уху! Тимка, прыгни! Брик, зачем вы сцепили фиксиборды? Так паровозикам веселе! И я Брик, а он Гик Здравствуйте! Вещи не по назначению используйте Ну-ну О, а как надо? Приходите в школу, узнаете Мы как раз хотели Сначала познакомьте меня с родителями Сегодня Жду Опа! Крючок Ненадежная штука Зато многофункциональная Крючок Не просто удобная вешалка для курток и ключей На стройке крюки подзомных кранов переносят грузы Рыбаки берут крючки на реку, а альпинисты в горы Ведь карабин это тот же крюк, но с застежкой Крючком с длинной ручкой бабушки вяжут шарфы В кино у пиратов часто вместо руки торчит крюк Да что там, даже крюк вытопьте птицы скрюченые Чтобы колоть орехи и держаться наверх Не пейте Большой-большой Чекнец А-а-а! Давай! А-а-а! 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 Вы в порядке? Еще спрашивайте Простите? А-а-а! Сколько фиксиков уже поймали на крючок? Что? Это не мое! А с виду солидный фиксиков Знаете, вы тоже не в том возрасте, чтобы лихачить Хотите сказать, я старая? Да? То есть нет? Ну, знайте! А-а-а! А-а-а! Хе! Намудрели! А-а-а! 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 Опять вы? Как вы тут оказались? Пропустила поворот Кстати, где я? В научной лаборатории Дайте-ка угадаю Вы здесь работаете Ой, догадливы А вы не очень Может, поможете? Тут, если только крюком Вы не против? Тащите Тащите Советую вещи использовать по назначению Я тоже был рад вас видеть Уже поговорили? С кем? Но вы же сказали позвать родителей Бася! Бася? Дети? Вы? Вы родители мальчиков? А вы тот самый профессор в школе фиксиков Возмутительно! Вы кое-что забыли Это вы придумали? Моя школа Вообще, они у меня воспитанные В бабушку? Многие фиксики Домоседы Но это не про Басю В молодости Я частенько переезжала С места на место Где я только не была Как-то в Калиже Скончилась в ножку Эйфелевой башни Когда ее строили А вам Ченый лучайник Самой английской Кролевы Было весело Но иногда одиноко Все изменилось Когда я увидела На свалке Две шестеренок Ржавые Ну хорошенькие И похожи Один в один Я их отмыла Ставила часы А они раз И превратились в гика и фрика И теперь мы с семьей Живем в человеческой квартире Но мы здесь не задержимся И в следующее путешествие Я поеду уже не одна Получается дедус вас на крючок поймал Да Именно так Прошу заметить Благодаря ему я вас спас Смешно вышло Я еще подумала Что за вредный старичок меня тащит Как вы кричали Я чуть не оглох Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Посвети! Мы ему помогаем, а он смеется! У вас такие тени! А если так? Орел! А Симка, Орлица! Скорее, Ослица! Ах ты так! Ну, получай! Ну, вы прям актеры! Актеры в театре играют, а мы под кроватью! Ну, что? Мы тоже театр можем сделать! Театр теней! Класс! Дим Димыч, нужен большой лист бумаги! Театр теней нетрудно устроить самому! Сделай экран из простыни или большого листа бумаги! Потом в темноте подсвети экран настольной лампой! Между лампой и экраном ты можешь встать сам или вставить вырезанных из картона кукол! Твоя тень или тени кукол появится на экране! Только зрители должны сидеть с другой стороны экрана, чтобы им было интереснее смотреть представление! Тим Димыч, свет! Красота! Симка, ты просто настоящая красная шапочка! Здравствуй, внученька! Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? Это чтобы лучше тебя видеть! Ха-ха! Ну, Алик, репетиция же идет! Ха-ха! Волк смешно говорит! Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы? Это чтобы скорее съесть тебя! Волк, сейчас я тебя обез... обезврежу! Ха-ха! Ты! Меня! Этой спичкой! Эй, этого в сказке нет! В сказке охотник нормальный! А я какой? Сам посмотри! Маловато ты для охотника Ну и играйте без меня Придется охотника из бумаги сделать Так, все, перерыв Пойду чай попью, а то наелся, бабушек Нолик, не переживай Волк большой, а я маленький А мы тебя увеличим Смотри, так, больше? Вроде да А так Еще больше Запомни, чем ближе ты к лампе Тем на экране ты больше Каких только театров нет на белом свете В драматическом театре актеры много и красиво говорят В оперном театре артисты не говорят А поют под аккомпанемент оркестра А в театре балета никто не поет и не говорит Все на сцене только танцуют Есть такие театры, в которых выступают животные В театре зверей можно увидеть представление с участием Собака, кошек, коз и голубей Медведей и тюленей А вот в кукольном театре главные актеры куклы Правда, они не сами играют Ими все-таки руководят люди Театры бывают разные Но мой любимый театр теней Он самый красивый и таинственный Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? А это чтобы лучше тебя видеть Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы? А это чтобы скорее съесть тебя Охотник, а где у тебя ружья? А зачем? Ты такой мелкий Вдруг промахнусь Я так Как так? Голыми руками Мощный ход Мне больше всех бабушка понравилась А мне красная шапочка А мне охотник Он такой сильный Такой смелый А мне спецэффект Цыпленок О, Чудаков завтрак готовит Только при такой температуре Яйца не сварятся Ты что делаешь? Выше этого предела Яйца нагревать нельзя Почему? Цыплят погубишь Каких цыплят? Ты хоть знаешь, что это такое? Я думал, яйцеварка Какая яйцеварка? Значит так Я запрещаю тебе подходить к этому прибору Понял? Понял, понял Дедус, а что это за прибор? Это инкубатор Чтобы из яйца вылупился цыпленок Его долго высиживает мамоноседка Согревая своим теплом Инкубатор Это прибор, который заменяет будущим цыплятам маму В нем всегда тепло Как под крылом курицы Но не жарко Инкубатор даже переворачивает яйца Чтобы они прогревались со всех сторон Цыплята, выведенные в инкубаторе Ничем не отличаются от обычных птенцов Ваев! Чего? Такая гроза страшная Давай бояться вместе А я не боюсь Я... я тоже Я пошутил Как ты думаешь, цыплятам страшно? Ой, мастички! Ух ты! Вот это удар! Даже электричество вырубилось! Ой, инкубатор отключился! И температура падает! А это опасно для цыплят? Думаю, да. Тут холодно! Что же делать? И дедуса нет! Будем спасать цыплят сами! Нолик, открывай дверцу! Помоги! Не могу! Мне дедус запретил подходить к инкубатору! Попробуй еще! Не могу! Я не могу! Цыплята погибнут! Ах, будь что будет! Только не выдавай меня дедусу! Не выдам! Ура! Рано! Ура! А что, чем это? Мы согреем цыплят свечкой! Пла! А теперь, ура! Теперь? Так! Би-би! Воробьи, утки, аисты, страусы, все птицы Откладывают и высиживают яйца И не только птицы! С помощью яиц размножаются змеи, крокодилы и черепахи Чтобы сохранить своих детенышей Они прячут кладку в самых укромных местах В кустах, в трещинах скал, в песке Между прочим, икра Это тоже малюсенькие яйца Без скорлупы Из рыбьей икринки Вылупляется малек Потом он вырастает в большую рыбу А из лягушачьей икринки Появляется головастик Который со временем превращается в лягушонка А про динозавров вы слышали? Это гигантские ящеры Которые жили миллионы лет назад Они тоже вылуплялись из яиц А почему нет электричества? Наверное, из-за грозы отключилось Это катастрофа! У меня же там инкубатор! Кто-то зажег свечку Температура в норме А ну, сознавайтесь Кто это сделал? Нолик, мне бы давай Это я Ты один? Ты один? Конечно, мне же нельзя Конечно, ему же нельзя Один, говоришь? Молодец! Ты спас цыплят! Герой! Вот, Фаер, бери пример Нолик, объявляю тебе благодарность Друзья, началось! Ладно, Фаер, и ты подойди Я разрешаю Трюночек двугороженький Желтенький Просто красавец Пая, чего? А ведь это ты его спас Трищ! Магнит! Так, похоже, нужен помогатор Откуда тут винтик? Продолжение следует... Как последнего Pokemon Трюночек двугороженький Софер Экономических И здесь папуса нет Ну все, наверное, он пропал навсегда Его нет уже пять дней Не расстраивайся, мы обязательно его найдем Конечно найдем Давайте еще на кухне поищем Мы же там уже искали Мы получше поищем А давай еще туда заглянем Да сто раз уже смотрели Симка, Нолик, что это вы все ищете? Ничто, а кого? Мы папуса уже целую неделю найти не можем Ого! Он уже, наверное, в винтик превратился От недостатка энергии Может я как-то смогу помочь? Сможешь! Давай ты нас будешь носить, а то мы уже бегать устали Фиксик может прикинуться винтиком в случае опасности Но иногда он превращается в винтик не по своей воле Это происходит, если фиксику не хватает жизненной энергии Тогда он слабеет, становится вялым А потом вообще впадает в спячку, превращаясь в винтик Такая беда случается, если фиксик вовремя не подзарядился энергией От работающей машины или прибора А заряжаться фиксиком надо регулярно Фиксику, который ослабел и стал винтиком, может повезти Если какой-то человек случайно найдет его и вкручит в прибор То фиксик может подзарядиться и снова ожить Тогда он вывернется и убежит А человек будет удивляться Куда это делся винтик? Я же его сам вкручу Ну что, где будем искать? Ты что искать собрался, Дим Димыч? Да я... И что это у тебя в кулаке? Это просто мои винтики А-а-а Я тут как-то нашел один винтик, не твой? Наверное, мой А где он? Возьми и больше не разбрасывай Ну что, мне отвернулся, чтобы ваш папус обратно превратился? Он же тут неделю пролежал У него энергии нет обратно превратиться И что делать? Надо вкрутить его в какой-нибудь прибор Чтобы он залетился Хорошо А который из них, папус? Тут все винтики на папусе похожи Нам нужен магнит Зачем? Он же просто притянет все винтики Во-первых, не все Не все металлы притягиваются к магниту В этом легко убедиться на опыте Возьми магнит У тебя в доме на холодильнике он наверняка есть И попробуй поднести его к разным металлическим предметам К ложкам, гвоздикам, монеткам Ты заметишь Здесь металлы, которые притягиваются магнитом очень хорошо Некоторые притягиваются слабее А здесь и такие, которые с магнитом не дружат вообще Ясно А во-вторых? А во-вторых? Винтики, когда превращаемся в винтики Тоже к магниту не притягиваемся Сейчас проверим Во! Нашел! Сейчас мы его вкрутим А интересно, где-то тут еще пипсик Тебе что? Нас мало? Все равно проверю Пусто Ой, и тут пусто Надо же! Уже зарядился и вывернулся Хоть бы отдохнул, чето После таких приключений Спасибо, но отдыхался И потом я уже целую неделю Собираюсь это почипить Микробы Микробы? Ура! Обед! Дим Димыч, ты куда с грязным мечом? Знаешь, сколько на нем микробов? Иди, мой руки Во! Я помыл На, это тебе Так-так Иди снова мой руки Что, на кусачке тоже микробы? Конечно А ну А ну отдай Опять? Привет, Дим Димыч Угу Ты чего такой сердитый? Руки пришлось целых пять раз мыть Микробы, микробы Может их вообще и нет? Есть Просто они такие малюсенькие Что без микроскопа не разглядишь Дим Димыч У твоего папы в кабинете Есть микроскоп Давайте посмотрим на микробов Микробы Очень-очень маленькие существа Поэтому мы их не видим Но живут они повсюду В земле, в воде, в воздухе На всех предметах И даже на нас с вами Некоторые из них Умеют передвигаться с помощью жгутиков Или хвостиков Многие микробы безвредны Но есть и опасные микробы Если они через нос или рот попадают в человека То у него может заболеть горло Или живот Открути еще чуток Стоп А теперь смотри О, ужас! Дай, дай мне посмотреть! Ой, какие страшные! И что? У меня на руках тоже такие микробы живут? А как же? Я же мыл руки Семь раз! С мылом? Ну, без мыла Без мыла от микробов не избавиться А какое мыло лучше? Оба! И то, и то антибактериальное То есть против бактерий А против микробов они помогают? Конечно! Бактерии это те же микробы Только называется по-другому Мой Любимый, капни мне жидкого мыла Я тоже хочу руки помыть Молодцы! Так и продолжайте Ура! Мы чистые! Пошли пазл собирать Пошли! Ой, на нем же микробы! И на мече тоже Что же делать? Давай, по-моему, с мылом Всю комнату Давай! Давай! Вокруг нас Миллионы невидимых микробов В том числе тех, что могут вызвать болезнь Но микробы не страшны Если соблюдать простые правила Есть только мытые фрукты и овощи Поддерживать в доме чистоту И тщательно мыть руки с мылом Желательно с антибактериальным И каждый день Антибактериальное мыло Защищает несколько часов после смывания Оно не только очищает руки Но и не дает микробам размножаться Среди микробов есть и полезные Одни бактерии Помогают делать из молока кефир и творог Другие используются для очистки воды Даже внутри человека живет много полезных бактерий Они помогают переваривать пищу Нолик, как ты думаешь На самом мыле есть микробы? Не знаю Давай на всякий случай его помоем Эй, вы что делаете-то? Мыло моем С мылом? Чтобы на нем микробов не было Ну вы даете Мальчики, избавиться от всех микробов невозможно И не нужно Нужно правильно защищаться от вредных Бактерий Ноль Дим Дима, давай-ка я у тебя Помою А я уже все вымыл Какой молодец Стол аж блестит А тут-то как чисто стало Молодец Ты чего? Ничего Ты не заболел? Нет Дим Димыч, ты, конечно, молодец Но не надо все доводить до абсурда Ты понял? Понял А ты? А что я? Понял, что мылом нужно мыть не вещи, а руки Понял? Эх вы Борцы с микробами Зубная щетка Когда я получу эликсир роста Я создам огромную собачью армию И захвачу мир Вау! Супер! Лучше, чем по телеку Ох и доиграетесь вы до неприятностей Ох-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Здоровья! Кусачка, не бойся, пей, моя крошка, и ты вырастешь в десять раз! Что? Невкусно? Ах да, я забыл заболтать! Эта ультразвуковая мешалка нам поможет! Диндиныч, ты бы не трогал папину зубную щетку, ведь сломаешь! Ах да, ты что, спятил? Сумасшедший! О-хо-хо-хо-хо! Ух ты! Пипы-пип! Пипы-пип! О-о-о! И правда, о-о! Ты, Дим Димыч, такой большой, а ума как у Нолика! Ну, спасибо! А ты положи зубную щетку на место! Вроде как и не брал! Не-е-е, это не хорошо! Дим Димыч, ты как? Покажу, пап! Симка, Нолик, помогите, пожалуйста! Без паники! Для начала нужно понять, что там могло сломаться! Электрическая зубная щетка состоит из трех основных частей! Батаринка, моторчик и специальный механизм, который соединяет моторчик со щетинками! В этом механизме весь секрет! Он преобразует вращение моторчика в движение щетинок! Щетинки быстро-быстро движутся! Вперед, назад, туда-сюда, влево-вправо, вправо-влево! И чистят зубы! Так что же делать? Я все понял! Мы вынем моторчик, снимем шестеренки, разберем механизм... А сколько времени на это надо? Да, часа два! Сколько? Значит так, Дим Димыч, открой батарейный отсек! Ждите меня здесь! Это ваши зубы! Ну, конечно, не ваши, но вы меня поняли! Когда-то давно у людей не было зубных щеток! Древние египтяне очищали свои зубы жеваной палочкой! Древние греки протирали свои зубы тряпочкой! Викинги вообще пользовались не пойми чем! И только 200 лет назад англичанин Вильям Адис придумал кое-что получше! Он насверлил в косточки дырочек, вставил в них пучки щетинок и получилась зубная щетка! И вот, что я вам скажу, как фикси, то есть как специалист по ремонту, лучше часто чистить зубы щеткой, чем часто ремонтировать их у зубного врача! Ну что, механизм не в порядке? В порядке! Моторчик сгорел? Нет! Так что же? Вы не поверите! Батарейки сели! И все? Так я их заменю! Я знаю как! Твой папа включил щетку! Кажется, все в порядке! Работает! Фух! Пронесло! Ну отлично! Твой папа и не узнает, какую бурду мешали его щеткой! Бурду! Уа-ха-ха-ха-ха! Ничтожный Нолик! Не смей так называть мой эликсир! Дим Димыч, а почему у моей зубной щетки вкус мыла? Ай-яй-яй! Доигрались! И что вы теперь скажете им? Уа-ха-ха-ха! Уа-ха-ха-ха! Ух! Пчела! Дим Димыч! Что? Ты почему варенье прямо из банки ешь? Потому что я его люблю! Пчела! Ой, пчела! Кыш! Кыш отсюда! Ты чего? Это обычная пчела! Меня уже один раз такая обычная укусилась! Димыч, как малолетия! Ты вредная! Это мухи вредные, а пчелы полезные! Да какая от нее польза! Пчелы-рабочади! Они все время собирают цветочный нектар! Перелетая с цветка на цветок, пчелы переносят на своих брюшках пыльцу! Благодаря обылению, на месте цветков завязываются плоды и семена! Так пчелы помогают растениям размножаться! Собранный нектар пчелы перерабатывают в мед, который так любят и дети, и взрослые! Пчелы не мед не только вкусный, но и полезный! Все равно я ее боюсь! Укосят же! Пчелы не кусаются, а жалят! Ну ты у меня получишь! Стой! Она сама тебя боится! Тиран! Отпусти ее, тиран! Ну че вы обзываетесь? Пусть летит! Я ее не держу! Ей надо показать дорогу! А как? Пчелка! Кис-кис-кис! Лети сюда! Цып-цып-цып! Ты еще попробуй утя-утя! А как тогда? Кусачка, замри! Ужалит! Не ужалит! Просто пчела, как и ты, любит варенье! Ты кусачку к форточке поднеси! Ну, улетай! Нет, так не пойдет! Неси еще варенье! На, пчелка! Ням-ням! Ну, давай, лети! Да ей поесть! Не жадничай! Да мне не жалко! Она из твоего варенья мед сделает! В давние времена люди добывали мед, разоряя жилища диких пчелок. Потом кто-то додумался приручить этих насекомых. Пчелам стали оставлять часть меда, чтобы они могли дожить до следующего урожая. Дупло с пчелами люди берегли, а потом научились строить для пчел небольшие домики – ули. Городок из таких домиков называется Пасека. Пчелы живут в улях и откладывают в них мед, а пасечник собирает этот мед и ухаживает за пчелами. Пчелы очень дружны. Они рассказывают друг другу, где самые лучшие цветы. И знаете, как? Одна пчела танцует, а остальные узнают из ее танца, куда нужно лететь. Бедняжка! Загонял тебя Дим-Дим! Как жалко бояться! Смотри! Она хорошая! Да я и не боюсь. Она мне просто варенье есть мешала. Сейчас мы тебя выпустим. Ой-ой-ой! Прыкается! А можно я? Не, Малик, ты еще мал, чтобы пчелу крощать. Ну-ну-ну-ну! Пой на! Маленький! Ты куда? Порточка жал! Сама, Маленький! Как же тебя развернуть-то? О-о-о! Ура! Как и кушать-то! И-у-у! Не промахнись мимо форточки! А как черно? Плищ! Слышь, Дим-Димыч, у тебя еще варенье есть? Есть. А что? Тащи! Будем чем приманивать! Зачем? Как зачем? Я тоже хочу полетать! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...